Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Все, наверное, когда-нибудь в жизни пробовали водку украинского медово с перцем. Есть такая украинская водка, она не просто перцовка, а еще и с медом. Вот рецептом такой водки я с вами хочу поделиться. Это настойка. Можно готовить ее на водке, можно готовить на самогоне. У меня здесь ровно литр спирта сахарного, который я разбил до спиртозности 42,5 градуса. Совершенно спокойно можно сделать 40 градусов, можно делать и 35 градусов, потому что водка жгучая. Но, на мой взгляд, мой рецепт с водкой крепостью спиртозностью 42,5 градуса. Для приготовления настойки нам понадобится 2 чайные ложки перца чили, мускатный орех 1 четвертая чайной ложки, корица, ну вот она в этой пудре, как это называется? Молотая. Молотая. Ловится за камерой. Корица молотая 1 четвертая чайной ложки. Дальше, конечно же, обязательно вот такие вот перчики, но они нам понадобятся потом, когда мы будем уже в бутылке разливать. 4 зернышка душистого перца, 3 цветочка гвоздички и где-то половинка чайной ложки перца черного горошка. И, естественно, 2 столовые ложки меда. Мед лучше немножко разогреть, чтобы он был жидкий, лучше растворился. Итак, друзья, отправляем всю нашу смесь специй в литровую баночку. У меня был соблазн приготовить 2 литра, но Лариса зарубила все на корню. Я вам говорю, на корню. Говорит, зачем нам 2 литра перцовки? Вот скажи, я говорю, Ларис, не переживай, я выпью, придут гости. Нет, я не хочу, я перцовку не люблю. В общем, Лариса мне запретила делать 2 литра перцовки. Говорит, не переводи вам продукт, лучше сделай вкусного ликера. Вкусный ликер я тоже скоро сделаю. Это будет отдельное видео. О, я на рукожопил, как обычно. Отдельное видео, отдельная тема. Отправляем сюда медочек. Ложечку можно обрезать, если любите мед. Выливаем остаток водки. Если вы мед вылейте сразу на дно банки, то его потом там и останется, он не растворится. Лучше выливать вот так вот в жидкость. Закручиваем, хорошенько взбалтываем. И на 2 недели в темное место. Пусть себе настаивается. А через 2 недели, друзья, продолжим. Через 2 недели можно приступить к разливу. Перчики помещаем в бутылки. Чик. Чик. Эти перчики больше для красоты, конечно. Вкуса они нам не прибавят. Теперь используем вот такой вот фильтр для капельных кофемашин. Фильтр пакеты. Вообще их любому винокуру положено, так сказать, по феншую иметь у себя в наличии. Смотрите, использовать фильтр кувшинного типа здесь не получится. Потому что сладкие растворы забивают его моментально. И процеживаем всю нашу перцовочку через импровизированный фильтр. Вот таким вот образом. Процедура, конечно, достаточно долгая. Я сам предпочитаю использовать кувшинного типа фильтры. Но был опыт с процеживанием сладких жидкостей. После этого его надо выкинуть. Я даже процеживал что-то. Литра не процедилась. Он полностью забился сахаром. Друзья, после того, как мы заполняем бутылки, дадим им отдохнуть дня 2-3, пусть еще постоят. В стекле отдохнет напиток. И после этого будем дегустировать. После того, как напиток отдохнул, можно приступить к дегустации. Но прежде можно украсить бутылки. Я это делаю с помощью такой этикетки. Здесь написано «Домашняя винокурня Первоченко. Медовая с перцем». Не очень подходит к этой бутылке, конечно. Но все равно с этикеткой напиток смотрится значительно красивее. Ссылку на такие пустые этикетки я оставлю в описании видео. Вы можете написать здесь свое имя, допустим, и название напитка. Также, на чем я их печатаю? На обычном принтере печатаю на бумаге самоклеящейся, которую заказываю из Китая. Ссылку на покупку этой бумаги тоже найдете в описании видео. Итак, давайте дегустировать. Поверите вы мне или нет, но перцовку я еще не пробовал. Сейчас буду первый раз пробовать. Ну, в первую очередь, по запаху. Запах очень классный. Лучше будет ощущаться в рюмке. Очень нежный аромат. Совершенно перцем не пахнет. Вот запах такой сладко-пряный. Класс. Ну что, друзья, ваше здоровье. Украинская медовая с перцем или украинская медовая с перцем. Отличнейший букет. Ой, жгучая. Супер. Просто отличная водка. Просто суперский. Она, получается, за счет меда немножко сладковата на вкус. И вот тут вот я рекомендую попробовать. Мне очень нравится вот такая вот именно сладковатая. О, хорошо жгучая. Очень нравится вот такая вот именно чуть-чуть сладковатая. Попробуйте приготовить вначале небольшую порцию. Если вам покажется напиток чересчур сладкий для перцовой настойки, тогда в последующем уменьшите количество меда. А так сочетание специй я считаю просто идеальным. Ну, очень ароматный напиток и очень приятно пьется. Причем совершенно не чувствуется, что это водка. Ну, вот не хочется запить ее. Хотя, в принципе, хорошую водку-то запивать не хочется. Единственное, что требует запивания, на мой взгляд, это государственная водка, которая, ну, вообще не люблю и не пью, если честно. Эта настойка получилась изумительная. Ладно, друзья, не буду, так сказать, бухать у вас на глазах и соблазнять вас этим делом. Попробуйте приготовить по этому рецепту украинскую медовую с перцем. Вам понравится, рецепт действительно классный. Ну, ваше здоровье, так сказать. Спасибо за внимание. Жду от вас лайков, подписок. Ну, и если есть вопросы, конечно же, под видео задавайте на все вопросы. Ох, что-то мне вставило уже. На все вопросы отвечу. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.